У нас уже приближается зимний сезон, а это значит что? Что пора поговорить о трендах зимы 2025 года. И сегодня, как всегда, на живых примерах в магазинах разного ценового сегмента я вам покажу, на что стоит обратить внимание, если вы хотите выглядеть модно, стильно и актуально. С вами Ольга Епифанова, Гриша Шуба за кадром, это проект Стильно. Поехали! По традиции начнем с магазина, который очень многие из вас любят. Это магазин Lime. Пойдем проверим, что же там интересненького и модного у нас есть. Костюмы у нас плотно обосновались и держатся в трендах. Особенно это касается костюмов троек. Обращаем внимание, пиджак-брюки плюс жилетка или юбка плюс жилетка. Причем цвета вы можете выбирать те, которые вы любите или те, которые вас действительно украшают. Но самыми популярными цветами сейчас являются те, которые встречаются в природе. Особенно это касается коричневых оттенков и зеленых. А еще приобретение костюма это всегда важная и классная инвестиция в ваш гардероб. Потому что каждую из этих вещей можно еще носить и стилизовать по отдельности. Костюм может стать классным ядром капсулы в вашем гардеробе. Округлая, слегка покатая линия плеча. Тоже можно обратить на них внимание. И это будет встречаться у нас в пиджаках, в платьях, в сарафанах и даже в свитерах. Самое главное, чтобы эта линия плеча была достаточно форменной, то есть хорошо держала форму. Кожа среди трендов у нас уже достаточно давно и закрепила свои позиции. Но самыми популярными сейчас видами кожи являются лаковая кожа или кожа сделанная как будто бы немножечко под винтаж, под старину. Такая затертая, потертая. Если я встречу такие варианты, обязательно вам покажу. Это не значит, что обычную кожу мы не носим. Носим, продолжаем носить, продолжаем стилизовать. И это по-прежнему очень даже актуально. А если вы несколько предметов гардероба используете именно в кожаной фактуре, это будет выглядеть еще более модно и стильно. Ну и, кстати, в этом пиджаке помимо лаковой кожи, которую я уже проговорила, что является трендом, трендовый оттенок. Все, что у нас касается красных, бордовых тонов, разные переливы, отливы, это все у нас будет относиться к зимним трендам. И разные виды кожи вы тоже можете сочетать в одном образе, это тоже будет смотреться эффектно и интересно. И еще немножечко о коже. Кожа, сделанная под рептилию, тоже является одним из трендов. Еще одна фактура, мимо которой нельзя пройти этой зимой, это замша и вельвет. В данном случае опять коричневый оттенок, про который я вам уже говорила, что он является трендовым. Сочетается коричневый цвет с любыми другими природными цветами очень легко. Поэтому если вы приобретаете, например, коричневые брючки, юбочку или жакет, переживать за цветовые сочетания вам не придется. Мех и вообще любые мохнатые фактуры сейчас тоже являются очень популярными и трендовыми. Причем ворс может быть как короткий, так и длинный, как, например, вот на этом варианте шубки. Изделия могут быть не только в таком классическом варианте, как верхняя одежда. Вы можете также выбрать меховую сумочку, меховые варежки, меховые какие-то дополнительные аксессуары. Все это сейчас в моде. Даже обувь, обувь мы с вами поговорим отдельно в отдельном ролике, тоже бывает меховая, очень стильная и интересная. Все, что вы смотрите, видите и можете предположить, что это сделано а-ля хендмейт, все тоже сейчас в тренде. Так же, как и, например, вот такой вот пиджачок, который по ощущениям, как будто бы вы сами взяли и расписали дома. Точно так же, как и мой пиджак, который по ощущениям был создан мной из моих старых джинсов, старого пиджака. Намешиваем фактуры, намешиваем цвета, намешиваем принты, и это тоже будет очень модно. Разные варианты брелков и обвесов, которые вы можете использовать как на своей одежде в качестве аксессуара, так и, например, на сумках. Очень модно, стильно, интересно и может выразить вашу личность, потому что вы можете подобрать именно те формы или те фактуры или те цвета, которые выражают вас как личность. Надо добавить романтизму с помощью бантиков или цветочков, добавить какой-то дерзости, если это будет темная кожа или леопардовый принт. В общем, выбирайте то, что будет украшать и отражать именно вас. Я это называю погрызанной фактурой, как будто бы у нас проело все это дело моль. Чаще всего это встречается именно на свитерах, но также вы можете это встретить и на джинсах, и на пиджачках. И бывают, например, пиджаки или жилетки, у которых как будто бы надорвали рукава, и там торчат нитки. Все это сейчас тоже является одним из трендов этой зимы. Если раньше бомберы это была такая практически летняя одежда, когда легкий прохладный вечер, можно сверху накинуть из какого-нибудь тоненького материала, ну или весна и осень, то сейчас бомберы перешли у нас в зимний сезон. Они могут быть набиты пухом, синтепоном, любыми другими утеплителями, выглядеть при этом стильно, модно, молодежно. Такой популярности у клетчатых рубашек, как сейчас, я не помню на их веку, но действительно, их носят и в застегнутом, и в расстегнутом виде, и создавая многослойные образы, и завязывая на бант, и даже завязывая просто на талии, как баску или как какой-то дополнительный элемент, создающий такую фишечку в вашем образе. Здесь помимо клетки еще добавили буквы, что тоже, на мой взгляд, смотрится еще более интересно, чем такие более стандартные варианты, которые я встречала в других магазинах. Ну и вот я решила вам показать, как такие рубашки могут выглядеть, как раз если вы их повяжете внизу, да, и сделаете из них как бы стильную интересную баску. Норковые шубы тоже один из главных трендов этой зимы, при этом вы можете выбрать мех не натуральный, а искусственный, но сделанный под норку, и тогда ни одно животное не пострадает, при этом вы будете выглядеть очень актуально. Но я вам хочу напомнить один важный момент. То, что является трендом, это не значит, что надо срочно бежать это и покупать. Во-первых, смотрим, нравится вам это или не нравится. Например, я такие шубы не очень люблю, но есть те, кому они действительно идут, или те, кто их очень любит и хочет, да, поэтому смотрим на такие моменты. Еще обращаем внимание на качество, потому что качество тоже может быть разным. Здесь исполнение, не могу сказать, что прям хорошее, но я видела и похуже. У более дешевых магазинов, более дешевых варианты. Лучшие варианты я тоже встречала, поэтому если вам позволяет бюджет, то вы можете попробовать их поискать. Такая шубка, например, стоит 26 тысяч. За 30 вы уже можете приобрести более действительно хороший, качественный вариант. Здесь тоже у нас несколько трендов одновременно. Серый цвет. Раз. Длинные платья длины макси. Два. И третье – это удлиненные кардиганы. Вообще кардиганы на самом деле сейчас любые в тренде, ну, практически любые. Но удлиненные – это просто особая такая стезяна, которую рекомендую обратить внимание. Они делают образы очень женственными и всегда вытягивают визуально силуэт. А вот, кстати говоря, шубка за 18 тысяч, но которая выглядит дороже, чем та, которую я вам показывала перед этим. Намного приятнее, намного эффектнее, еще и мягенькая. Хочется ее касаться, хочется обниматься. В общем, действительно, вот этот вариант мне нравится намного больше. Следующий магазин, в который я хочу заглянуть – это Остин. Вы тоже уже несколько раз в наших выпусках, в комментариях про него писали и спрашивали. Поэтому решила, что не буду обходить его стороной. Он по ценовому сегменту чуть-чуть дешевле, чем Лайм. Но я думаю, что мы рассмотрим еще магазины, которые еще дешевле. И магазины, которые, конечно же, подороже. Я вам говорила про меховые сумки и аксессуары. И вот как раз именно такая мне сейчас здесь встретилась. Она сейчас не наполнена, поэтому может выглядеть немножко кривовато. Но в целом очень неплохой вариант, который еще и стоит всего 3 тысячи рублей. Если хочется помодничать, если хочется показать, что вы следите за трендами, но при этом ничего там супердорогого не покупать, тем более, если вы переживаете, что это быстро выйдет из моды, я бы обратила внимание на эту сумку. А вы напишите в комментариях. Трикотажные костюмы. Фактура может быть более крупной вязки, может быть более мелкой вязки. Но в любом случае это один из трендов текущей зимы. Также вы можете выбирать не только с брючками варианты, но и с юбками. Это сейчас даже еще более актуально. И здесь еще обратите внимание воротничок, который расстегивается. И для тех, кто не любит высокие свитера, в них жарко, им сдавливает горло и так далее, вот здесь как раз вариант, что можно хорошо подышать. И еще, что я здесь увидела. Крупные шарфы. Они тоже у нас сейчас в тренде. Их можно показывать и сверху просто своей одежды, да, луков, вот как в данном случае там костюм, платье и так далее. А можно сверху верхней одежды, да, чтобы утеплиться, чтобы не мерзнуть на улице, а потом оставить в своем же образе. Твидовая фактура сейчас тоже очень актуальна и популярна. На мне тоже как раз шортики из твида. Вообще, если выбирать между шортами и юбкой, то именно в этом году я рекомендую обращать внимание на шорты. Они стали очень популярными, вот. Но юбки, если вы любите, да, женственность, нежность, тоже можете выбирать. Я понимаю, что многие сейчас скажут, что это не очень-то практичный и не очень удобный вариант, но тренды это у нас не всегда про удобство и комфорт. Да, это именно про то, что сейчас в моде, что сейчас на что обратили внимание дизайнеры и выпустили в большом количестве. И вот в данном случае у нас очень модный светорочек с открытыми плечами. Причем здесь вы можете открыть оба плеча одновременно, а можете спустить так нежно и кокетливо с одного плеча. И так, и так будет очень здорово смотреться. Ну, а куда уже это применить? Смотрите по своему образу жизни. Вельвет я вам уже показала, а вот замшу я почему-то в лайме не встретила, только в сумках и в обуви. А здесь как раз брючки. Очень модные, очень стильные. Поэтому, если вам идет замшевая фактура, и вам она нравится, рекомендую обратить внимание. Вот честно, замшу это, конечно, не совсем мой вариант. Здесь нужно будет очень аккуратно, например, выискивать цвета, которые мне могут подойти, застилизовать так, чтобы меня это украсило. Но, еще раз повторюсь, тренды это не всегда про то, что конкретно для нас старались дизайнеры, чтобы нас украшало. Поэтому всегда смотрим, в первую очередь, на то, что подходит именно вам. В этом году мы очень много уже говорили про леопард, но я не устану про него говорить, пока он является действительно трендовым принтом. И здесь я встретила несколько вещей, например, вот такие джинсы. И мне очень нравится, что здесь он не сильно яркий, не сильно броский. То есть, очень многим подойдет к их типу внешности. Вернее, к типу внешности, который часто встречается у нас в России. Поэтому вот такие джинсики, можно на них обратить внимание. Также мне здесь понравилась боди-боди-сетка. Сетка тоже у нас по-прежнему в тренде, по-прежнему актуальна. И ее можно тоже классно, интересно, красиво застилизовать. Ну, например, вот в таком варианте, где леопард плюс леопард, это только для самых дерзких девчонок, как у нас, например, Элина Кузнецова. Если вы более нежная, более романтичная натура, то постарайтесь тогда леопарда оставить какого-то одного в образе, чтобы не было перегруза, перебора. И я вам уже говорила, что если найду кожу, сделанную под винтаж, то я вам ее покажу. Вот как раз тот самый вариант, когда по ощущениям она как будто бы состаренная. Тоже очень стильно. Но тоже не всем идет. Не устану про это напоминать вам, да, что всегда следим за тем, что украшает именно нас. Еще один классный меховой аксессуар, который я нашла, это кепочка меховая. Здесь не совсем моя форма, да, но тем не менее, просто чтобы вы обратили внимание, как это можно застилизовать, даже просто вот с пиджачком, с шортами. Самое главное, чтобы весь образ был тоже немножечко хотя бы, но зимний, утепленный. Если у вас будет легкое воздушное платье и вдруг меховая кепка, ну, здесь будут вопросики. Я тут вообще нашла целый стенд с меховыми аксессуарами. Надо посмотреть, может быть, что-то даже для себя выбрать. Обратите внимание, да, и панамочки, причем есть более пушистые, есть менее пушистые, и наушники, и варежки. В общем, все на любой вкус, цвет. Выбирай не хочу. Как будто реклама Остина получилась, но это не так. Купите у нас рекламу. Мы уже переместились в следующий магазин. Это магазин Реа, еще более низкий ценовой сегмент. И здесь сразу же я наткнулась на один из трендов. Это юбки А-силуэта. Причем это могут быть юбки, могут быть платья, но А-силуэт сейчас очень плотненько вошел в наши тренды. Ну, и здесь помимо этого вы можете обратить внимание, что кожаная фактура, коричневый цвет, длина макси. То есть все это в одном. Получается такая юбка. Вот, кстати, перед. Перед мне показала. Вот супертрендовая юбка. Обратите внимание, какое интересное современное прочтение стиля Heritage. Здесь использовали не две разные фактуры, как сейчас в тренде, а два разных цвета. То есть получился как color block. Выглядит стильно, выглядит очень актуально. Обратите еще внимание на рукава. Они как будто бы немножечко такие расширенные, как в сторону фонарика, но при этом длинные. Это тоже сейчас один из трендов текущей зимы. Сочетание фактур. Про него я тоже потихонечку начала говорить. И чаще всего и больше всего оно встречается именно в верхней одежде. Как, например, вот здесь. У нас баллоневая ткань вместе с трикотажем. Ощущение, как будто бы мы выправили воротничок от нашего свитера. Еще чаще я встречаю варианты, когда у нас пуховик с каким-нибудь меховым воротничком. Это тоже очень модно. Ангорка и вообще всевозможные пушистики. Это тоже сейчас один из трендов. Вроде бы мы тут с Гришей пришли к выводу, что, наверное, это были хиты 90-х годов. Но вы, если что, в комментариях нам напишите, если знаете более точно. Ну, конечно, это не ангорка. Это у нас пластик, да, сделанный под ангорку. Но, тем не менее, что я еще хочу про них сказать. Визуально такая фактура будет делать вас, как будто бы по характеру, мягче, добрее, приятнее. Но при этом объемнее. На это тоже стоит обратить внимание. Если вы хотите добавить себе немножечко сверху объемов, как раз ваш вариант. Если вы хотите выглядеть стройнее, то будьте, пожалуйста, аккуратнее с этим трендом. И еще хочу сказать, что вы периодически ругаетесь в комментариях, почему, зачем вы нам показываете синтетику. Мы показываем вам не синтетику, мы говорим про тренды. А дальше вы ориентируетесь на свой бюджет. Если бюджет у вас небольшой, но вы хотите выглядеть стильно, модно и актуально, то вы можете выбирать те материалы, которые представлены в этих более доступных магазинах. Если вы можете себе позволить натуральную ангорку, сходите в более дорогой магазин просто на тот же тренд. Обратите внимание, но уже в более высоком ценовом сегменте. Бахрома тоже у нас не хочет уходить из трендов. И вообще, мне кажется, стиль боха, хиппи и все приближенное к нему, как будто бы только набирают и набирают обороты. Вот здесь такой вариант, где на рукавах и на спинке бахрома. Здесь вариант спереди и на рукавах. Причем здесь еще и такие продырявленные моменты, которые сейчас тоже очень-очень актуальны. В общем, смотрите, хочется вам чуть-чуть поспокойнее и чуть более базовый вариант. Тогда рекомендую обратить на вот такой свитер внимание. Если прям более эффектно, более выразительно и показать, что вы прям за трендами следите и не устаете следить, тогда можно вот такой присмотреть. В лайме я вам уже говорила, что свитерочки, поеденные молью, очень даже актуальны. А здесь вот такой суперутрированный вариант. Я, конечно, не очень представляю его на зиму, но что бы там я не пододевала, внутрь все равно, мне кажется, будет прохладно. Но, тем не менее, для тех, кому всегда и везде жарко, такой вариант тоже может хорошо подойти. Внутрь можно добавлять разные цвета для того, чтобы по-разному выглядеть в одном и том же модненьком свитере. А сейчас зайдем в магазин подороже. Это будет у нас уикенд Макс Мара. Пуховик одного из самых актуальных оттенков зеленого, который сейчас у нас в тренде. Я вам уже говорила, что зеленый в принципе в тренде, но есть и более популярные оттенки, есть менее популярные. И вот этот один из самых ходовых, самых топовых. Костюм из вельвета. Я не устаю говорить про то, что костюм – это действительно классная и важная инвестиция в ваш гардероб. А когда он еще и в таких интересных фактурах, напоминаю, что с лидьем за тем, чтобы эта фактура вас украшала, то вы сможете добавлять определенного характера вашему образу. Например, за счет вельвета вы сможете добавить мягкости и уютности вашему образу. Еще немножко, я даже не знаю, как это назвать, Heritage Color Block или Print Block, или как, но ощущение... Некоторые, кстати говоря, подобные вещи называют эффект Франкенштейна. Знаю, когда как будто бы собрали из разных частей одну вещь. Но в данном случае они не сшиты из разных частей, а именно распринтованы. Смотрится интересно, смотрится необычно, эффектно, и тоже можно обратить на это внимание. Тем более, что клетка сейчас очень и очень популярна. И юбка примерно из той же тематики, но здесь уже как раз сшили несколько разных фактур. Более утепленная и более легкая, шелковистая. Смотрится тоже очень необычно. Я уже вам говорила про кожу, сделанную под винтаж, но и сумочки, и в принципе аксессуары, как будто бы в винтажном стиле, тоже сейчас очень актуальны и популярны. Следите за тем, когда вы добавляете такие аксессуары к образу, чтобы образ был или более или менее классическим, или тоже относился к той стилистике, к той тематике, к которой вы подбираете аксессуар. Пуховички из разных фактур я вам показала, а здесь у нас, обратите внимание, пальто из разных фактур. Причем здесь очень удобно, что все это отстегивается друг от друга, и можно носить отдельно, как пальто, а как только наступают более серьезные холода, внутрь пододеть вот эту жилеточку, выпустить воротничок, что смотрится тоже очень стильно и интересно, и будет у вас более утепленный, но еще более стильный вариант. Здесь в Максмаре я тоже встретила пушистый, мягкий аксессуар, который хочется взять с собой и унести. Но он, правда, классный, прям как мой котик дома. Гриш, берем? Продолжая тему котиков. Ну, кстати говоря, здесь помимо коричневого цвета, который в тренде, в принципе, разные принты на свитерах, даже на пуховиках. Это тоже сейчас один из трендов. Смотрим тоже, что нравится нам, какая тематика нравится нам. Выбираем, да, я бы котика в себе бы с удовольствием забрала. Казалось бы, черный пуховичок. Переворачиваем, и обратите внимание, снова сочетание фактур, причем в данном случае с вязкой еще. Очень интересно, очень стильно смотрится. Не понимаю, нет, оно пришито, то есть оно не снимается, но смотрится действительно здорово и уютно. Смотрите, какой прикольный саквояж, который здесь используют в качестве аксессуара на шею. Но, кстати говоря, вот такие удлиненные варианты, причем можно просто вниз спустить, можно по диагонали вниз спустить, и то, и другое визуально будет корректировать наш верх за счет вертикальной или диагональной линии, которая стремится к вертикали. И мы плавно перемещаемся в соседний магазин Max&Co. Начну прям с витрины. Обратите внимание на пуховик. Я вам уже говорила, что принты на свитерах, на пуховиках, и, в принципе, в любых изделиях это сейчас очень модно и актуально. Но в данном случае этот принт мне напоминает матрешку. Мне кажется, что это какая-то такая русская тематика здесь поддерживается. Очень стильно, очень интересно смотрится, но для себя могу сказать, я бы так не рискнула. Обратите внимание тоже, насколько интересно смотрится такая фактура. Это тоже у нас как пушистик, но здесь уже как будто бы со вставками из фольги или из дождика, то есть что-то такое новогоднее напоминает. Смотрится очень классно, вот это бы я с большой радостью примерила бы. Бархатная фактура всегда смотрится роскошно, дорого, торжественно. И здесь еще тоже совмещение двух фактур одновременно. Причем, зайдя сюда, я обратила внимание, что здесь действительно много всего в модных бордовых и винных оттенках. Брючки, пиджаки, свитера, водолазки. В общем, на любой вкус. Принты на пуховиках, это стильно и модно. А вот принт на шубе, мне кажется, это просто level up. Это просто мега круто, мега интересно. Да, это не самая базовая вещь, но если вы можете себе ее позволить, почему бы и нет. Вы точно будете выглядеть в ней очень эффектно и привлекать внимание. Посмотрите, какая здесь интересная фурнитура. Тоже мне, кстати говоря, напомнила сразу Новый год. А Новый год это праздник, а любые праздники это всегда приподнятое настроение. Костюм из лаковой кожи. Снова костюм. Да, я думаю, что уже не стоит напоминать, почему костюмы это действительно здорово. Лаковая кожа это сейчас у нас тренд. И еще один тренд, который здесь присутствует, это ультра-мини-юбка. То есть не просто мини, а именно такой утрированный вариант. Да, может быть, кто-то скажет, что это не совсем на зиму, но у нас есть люди, у которых личные водители их водят в прогретой машине. Поэтому почему бы и нет. Бельевой стиль и кружево. Это то, что мы привыкли с вами видеть в летних коллекциях. Но сейчас на зиму это тоже стало очень актуально. Можно утепляться сверху пиджачками, свитерочками. Можно, я вам уже показывала, например, один из трендов. Это свитера, которые не спадают у нас, например, с одного или с двух плечиков. И если вы с одного плеча спустили ваш свитерочек, и оттуда будет виднеться вот такая вот красота, она будет добавлять хрупкости, нежности, романтичности вашему образу. Так что тоже можете брать на заметку такие варианты. Про пиджаки и вещи с эффектом хендмейт я вам уже говорила. И здесь тоже два таких представлены. Один с вышивкой, смотрится стильно и интересно. Второй с надписью, сделанной как будто бы краской, как будто вы сами дома это все расписали. Очень стильно. Магазин, в который мы очень давно не заглядывали. Почему-то обходили его своим вниманием, но я думаю, сегодня надо заглянуть и посмотреть, что тут есть. 12 сториз. И уже сходу хочу обратить ваше внимание на трендовые шапочки. Они могут вам напоминать шапочки для бассейна. Они действительно необъемные, показывающие форму черепа. Далеко не каждому такие идут. Но еще раз повторюсь, мы сегодня говорим не про то, что нас украшает, а про то, что является трендом. Сегодня несколько раз уже вам говорила про шубы. И здесь просто встретила еще одну фактуру интересную, меховую. Поэтому не смогла обойти страну и вам не показать. Более того, здесь еще она и с капюшончиком. Я знаю, что для многих это является решающим фактором при выборе шубы. На трендовость это не сильно влияет, но тем не менее не показать все равно не могу. Еще раз поговорим о замше. Замша у нас является одной из главных фактур этой зимы. Здесь она еще выполнена в сером цвете, который также является одним из трендов. Более того, цвет, который сочетается с любыми другими цветами. Это очень удобно. Вы можете добавить солнечности своему образу, выбрав, например, тоже один из трендовых цветов, нежный масляный желтый оттенок. Или, например, серьезности, добавив какие-нибудь модные винные тона или цвет хаки. Или можете добавить дерзости, выбрав сюда что-нибудь черное плюс красное. В общем, выбирайте на свой вкус, и застилизовать не будет проблемы. Серый цвет – очень удобный цвет для стилизации и сочетания цветов. Несколько сезонов подряд фаворитами у нас были именно маленькие миниатюрные сумочки. Сейчас в моду возвращаются крупные. Это не значит, что маленькие нужно выбрасывать, удалять, убирать куда-то в дальний ящик. Но тем не менее на крупные обратить внимание в этом году действительно важно. Тем более, что в них действительно много всего вмещается, и вы можете брать с собой хоть все, что вам необходимо на сегодня, завтра, послезавтра. Здесь еще и замшевая фактура, которая также является актуальной. Об этом я вам сегодня уже несколько раз напоминала. Я не смогла пройти мимо вот такого интересного платья. Помимо того, что оно в кожаной фактуре, оно еще и с узлом вот в этой части, а узлы на любых частях нашей одежды по-прежнему являются очень актуальными. Ну и, конечно, так как это платье нам нужно адаптировать под зиму, вы можете его просочетать, например, с водолазкой, с каким-то интересным боди, с рубашкой. То есть смотрите, что зайдет именно вам, и что вам подойдет по погоде. Микс фактур мы встречаем не только в верхней одежде, и в принципе в одежде, но и в обуви, аксессуарах и сумках. Про обувь я вам сниму целый отдельный ролик, поэтому не пропустите. Если вдруг еще на нас не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что мы для вас снимаем всегда много полезного и интересного. Я была сегодня очень удивлена, что в других магазинах не встретила этот тренд, но здесь он присутствует. Тренд на комбинезоны. Тоже они могут быть из разных фактур, они могут быть как с брючками, так и с юбками внизу. Выбирайте то, что подходит именно вам. Шапки-ушанки и стиль а-ля рус. Тоже сейчас очень актуален, поэтому если хотите особенно поддержать отечественного производителя, рекомендую на это обращать внимание. Но на самом деле это касается не только наших дизайнеров, во всем мире этот стиль тоже очень актуален. И обратите внимание еще на варежки. Причем варежки сейчас напоминают варежки из нашего детства, и часто я их встречаю даже на резинках в магазинах, что очень-очень удобно, чтобы не терять нашу вторую пару. Еще я не устояла, чтобы не показать вам вот такой пуховик. Мне очень понравилась и расцветка, и мне нравится форма. Она сейчас тоже очень актуальная, стильная, на кулисках с большими карманами. Но если вы хотите узнать про актуальные пуховики, у нас есть целый уже снятый для вас ролик на эту тему. Не пропустите его, вернитесь и посмотрите. Расскажите мне, мои дорогие, какие из сегодняшних трендов вам зашли больше всего? Что вам хотелось бы, может быть, попробовать и примерить на себя? А какие тренды вам кажется, что, боже, кто эти сумасшедшие люди, которые это все придумали? Делитесь своими впечатлениями, все пишите в комментариях. А если вдруг еще на нас не подписаны, то чтобы не потерять нас и наши ролики, обязательно это сделайте. Ну, а с вами сегодня была Ольга Епифанова, за кадром Гриша Шуба, и это проект Стильно. До новых встреч!